И поэтому мы продолжаем сегодня говорить, и я буду говорить, горькая правда или сладкая ложь, но Бог говорит, я даю выбор каждому человеку, выбор даже ошибаться, выбор неправильно поступать. Почему? Потому что Бог нас любит, друзья, потому что только свет побеждает тьму, друзья, по-другому не бывает, поэтому Бог прежде всего всегда говорит нам, прежде всего нам, прежде всего мне, Аллилуйя, слава Богу. Конечно, Бог поставил, в церкви написано, да, там, апостолов, пророков, евангелистов, пастрей, там, для чего? Для того, чтобы они могли передавать Слово Божье. Аминь. Если они не передают Слово Божье, значит, они передают что-то свое. Тогда Слово Божье не живо и не действие, но они должны, я должен передавать что? Слово Божье. Вот это моя главная обязанность, передавать вам Слово Божье. Что нам еще, что нам нравится? Вот поговорю об этом, что нам нравится, что нам не нравится. Вы знаете, в притчах есть интересное такое местоописание, я его сейчас прочитаю. Это притча 5, 5, с первого стиха написано так. «Сын мой». Вот притча всегда так хорошо начинается. Сначала так приятно, потом уже по-другому, да? «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твоих сохранили знания». Дальше написано в скобочках. «Не внимай льстивой женщине». Скажут, опять женщина виновата во всем. Я вас успокою. Это образ, друзья. Это образ. Не думайте сразу, а то женщины обижаются сразу. Опять про женщин. Почему не написано про мужчин, да? Читаем дальше или нет? «Ибо мед источают уста чужой жены». А вот своей жены что источает уста? Интересно, правда? Интересно, почему чужие жены такие сладкоголосые? Почему они так вот, они говорят прямо мед, прямо мед на душу. Мед, еще опять сладкое, видите? Опять сладкое. «Мед источают, и мягче елея речь ее». Смотрите. Дальше читаем. «Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый, ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней, и ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, и не преклонял ухо моего к наставникам моим». Это понятно? Резюмируем. Резюмируем. Что это значит? Это значит, что Бог хочет, чтобы вы отличали ложь, лесть от правды. Потому что, да, это очень привлекательно здесь написано, но когда ты не знаешь правду, мы еще к этому вернемся сегодня дальше, когда ты не знаешь правду, когда ты не знаешь истину, ты можешь погибнуть. Видите, это не просто тут как бы про жену, про образ женщины говорится, да? Это вообще говорится, что если ты не отличаешь, если ты не понимаешь, если ты отвергаешь правду, то будет что? Печальный финал. И когда ты попадешь в проблемы, ты будешь говорить, зачем же я пренебрегал истиной? Зачем я ненавидел истину? Зачем я уклонялся? Зачем я убегал от себя? Потому что все равно ты попадешь в такую ситуацию, когда ты поймешь, что тебе нужно было жить, думать и говорить по-другому. Аминь или нет? Поэтому здесь притчи обращаются к нам. Отец Небесный учит своих детей. И для нас очень важно понять это, потому что, да, есть слово такое «лезть», да, что такое слово «лезть»? Это когда тебя хвалят, но с какой-то корыстной целью. Знаешь, какие слова можно еще к этому найти? С корыстной целью тебя, когда хвалят. Ну, чтобы что-то от тебя получить, да? Они подлизываются, подхалимничают, да? То есть, они вообще, они даже не думают, что ты такой, например, хороший, ты такой хороший, ты такой умный, ты такой, ты вот такой. А на самом деле, да ты вообще никто. Мне просто нужно тебя вот это и вот это, да, и в притчах, смотрите, что написано. «Ложь говорит каждую своему ближнему, устальстивы говорят от сердца притворного». Вот, поэтому, когда тебя любят, тебе не всегда будут говорить, что? Ложь! Тебе будут говорить правду, друзья. Правду, правду. Она тебе поможет. Она тебя остановит. Она тебя предупредит. Она тебя отрезвит, может быть. Или нет? Вот, у нас была пасторская встреча в Владивостоке, вот, на этой неделе. И мы много разговаривали с пасторами, и вот общались, говорили, какие проблемы в церквях, что там, да, как там. И сейчас такая ситуация, понятно, что, особенно с пандемией, очень много людей, они просто переключились на интернет проповедников, и забыли свои церкви там, забыли там, что у них там есть, и вот они там, и они сям, и они там, и вот они там разного там нахватались, заболели, потому что, ну, не все полезно даже, потому что, когда у нас нет вот этого развлечения истины, да, мы можем все подряд есть, 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 и потом что? И потом заболеть. О том, что когда мы все хватаем, все подряд, даже духовные вещи, они нам не все полезны. Особенно, особенно, друзья, вот почему, почему Бог говорит, ну, о церкви, о своей поместной церкви, когда послание Откровения, видите, там по крайней мере семь церквей называется, да, и каждая церковь имела свое название. Такая церковь, такая, такая. То есть это были как поместные церкви, каждая церковь была в своем месте. И для каждой церкви было что? Свое слово, свое слово. И понимаете, в чем важность вашей, нашей, поместной церкви? Потому что Бог говорит каждому пастору для той церкви, где Он его поставил. Потому что в этой церкви есть такие люди, им нужно вот это слово, в той церкви нужно вот это, там в этой церкви вот это. И поэтому мы понимаем, что разное слово для разных церквей. Конечно, это интересно послушать, что в другой семье рассказывают, да? В той семье, в той семье, в той семье, в той семье, да? И как бы ты слушаешь то, 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 то. А что в твоей семье тебе говорят? И в духовном смысле то же самое, друзья. Потому что мы можем много-много чего слушать, много-много чего видеть, но кому ты нужен на самом деле? Потому что у многих людей есть пастыри, там, как бы вот мой пастыр, там, из Африки, там, у меня там оттуда, у меня отсюда. Но на самом-то деле ты как бы не похож на африканца, я могу сказать, да? Говоришь, ну вот, это мой духовный там отец, там, дед, может быть, уже. В чем суть? Суть в том, что вот именно слово, которое Бог дает в своей семье, в своей церкви, это слово, которое для тебя на самом деле является самым нужным и самым важным. Скажи на это аминь, если, конечно, ты согласен с этим. Вот, поэтому апостол Павел говорит, много есть наставников, проповедников, да? Но немного кого? Немного отцов, то есть немного родителей. И поэтому именно родители часто там, ну, сейчас будут мне морали читать, ну, сейчас мне будут вот этого, да? То есть, ну, с другой стороны, с другой стороны, это обязанность родителей. И поэтому иногда, когда ты в церкви слушаешь такое слово, в своей церкви, да, ты в своей церкви слушаешь такое слово, почему? Потому что Бог знает вас. И Он знает, что вам необходимо, что вам нужно. Для чего? Для того, чтобы вы росли, для того, чтобы вы менялись, правда? Потому что Бог больше всего вас любит. Он больше всего заинтересован в нас. Ведь с Ним мы проведем вечность. В школе-то был там 10, в институте там 4. Ну, а с Богом вечность? Поэтому насколько Бог хочет тебе самого лучшего, правда? Поэтому хочу вам напомнить, да, хочу напомнить, что да, для чего нам это нужно? Почему? Почему мы должны быть в Доме Божьем, в семье Божьей, правда? Потому что ты можешь найти для себя всякие вещи, которые тебя оправдывают, обманывают и так далее. Но это все подпитывает такой дух сиротства, да? Потому что сироте, он как бы не имеет ни отца, ни матери. Он беспризорник, он бездомный. Ему не нужен дом, он не привык к дому. Потому что я вот помню, моя мама, она работала в интернате, она говорила, это удивительно, как дети убегают оттуда постоянно. Убегают. Но они не домой убегают. Они убегают, чтобы бродить, бродяжничать, жить по подвалам, по чердакам. Что это такое, да? Это вот этот дух сиротства, беспризорничества, что у них нет дома. Но когда у тебя есть дом, да, у тебя есть родители, то почему Библия говорит, да, не оставляй своего собрания или не оставляй свой дом, не оставляй свою семью. Потому что когда ты вне семьи, ты не находишься ни под покрытием, ни под защитой, ни, ну, у тебя никого нету. Ты сам себе велосипед, как говорится, да. Поэтому в Божьем плане, да, это семья. Почему Бог создал семью, благословил семью. И то же самое касательно церкви. Это его семья, это его дом, там, где Бог хочет, чтобы ты вырос, там, где Бог хочет тебя подготовить к служению. Аминь. Там, где тебя Бог воспитывает, потому что Он тебя любит, Он тебя уважает. И поэтому непонимание этого, опять же, да, это тоже определенный такой самообман или обольщение, как угодно можно называть. Вот, поэтому мы и не только за себя, да, отвечаем. Ну, мы, конечно, должны знать, почему там кого-то нету, почему там что-то с тем человеком происходит. Я вообще одно заметил такое, что когда люди просто приходят, уходят, их, да, никто не знает. Даже если что-то случится с человеком, никто ничего не узнает. Он не в семье, он не в доме. Потому что кто первый всегда узнает о каких-то ситуациях? Семья, правда, она прежде всего узнает, она первая приходит на помощь, она первая окажется на том месте, где тебе помочь. Но когда ты без роду, без племени, беспризорник такой духовный, никто даже не заметит, что ты куда-то исчез, ты куда-то пропал, с тобой что-то произошло. Поэтому, конечно, Бог, Он любит, и Он помещает нас в Свою семью. И это касается истины, друзья. Потому что, может быть, удобнее сидеть на диване, да, не ходить в церковь, смотреть телевизор и так далее. Но, Бог говорит, ты себя обманываешь, потому что, ну, кто тебя будет воспитывать, да? Кто тебя будет наставлять, кто тебя будет защищать, кто будет за тебя молиться, да? Кто это сделает? Это делает твоя семья. Поэтому здесь, здесь мы понимаем, что мы познаем Писание, и истина делает нас свободными. Аллилуйя! Свободными от всякой лжи, от всякого обмана. Поэтому очень важно, очень важно, что познавать истину и ходить в истине. И вот хочу я сейчас рассказать одну такую историю, она такая довольно-ка длинная. Это из книги Царств, и я хочу, чтобы мы ее всю почитали. Вы готовы такие длинные куски Писаний вот прочитывать? Готовы, да? Тогда давайте мы откроем, мы откроем третью книгу Царств, 22 главу. Это история, когда царь Иосафат, он пришел к царю Ахаву, и тот его позвал идти на войну вместе с ним. Давайте почитаем эту историю. Почитаем? Прибудем в Слове Божьем, да? Погрузимся в Слово Божие. Итак, и так, и так, и так, и так. И прожили три года, не было войны между Сирией и Израилем. На третий год Иосафат, царь иудейский, пришел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим, знаете ли, что Рамов Галацкий наш. Не знали? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя Ассирийского. Ну, все как бы по справедливости наш, так наш, надо брать, это наше. И сказал он Иосафату, пойдешь ли ты со мной на войну против Рамов Галацкого? И сказал Иосафат царю израильскому, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. Интересно, да, раньше разговаривали? И сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь? Чем отличался Иосафат от Ахава? Чем? Он хотел знать, а что Господь по этому поводу думает? Вроде бы по справедливости надо пойти забрать, но а что Господь хочет сказать в этой ситуации? И собрал царь израильский пророков около четырехсот. Представляете? Четыреста пророков. Вау! Четыреста! Хотя бы одного найти, да, тут четыреста. И сказал им, идти ли мне войной на Рамов Галацкий или нет? Они сказали, иди, Господь придаст его в руки царя. Ну, то, что хотел царю слышать, они точно понимали. Четыреста были на оплате у царя, и поэтому все, что говорил царь, они знали, что надо сказать царю. А царю надо было сказать то, что он хотел услышать. Иди, и будет что? И будет победа. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня? То есть это как бы были пророки, но он понял, это не Господни пророки. Они как-то все единогласно, в единой форме стояли, и хоть их было четыреста, он не увидел там ни одного Господня, да? Говорит, есть? Есть еще! Чтобы нам вопросить через него Господа. Все-таки Иосафат различал, да? Где ложь, а где что? А где правда? И вот смотрите, дальше. Дальше. Где мы остановились дальше? Так, 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 так. И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его. Мне не нравится он. Нет. Ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. То есть, иными словами, он не говорит то, что я хочу. Вот то, что мне нравится, он не говорит. Это Михей. И сказал Иосафат, не говори, царь, так. Видите, все-таки какие разные цари-то, а? Какие разные. Позвал царь израильский одного евнуха и сказал, сходи поскорее за Михеем, сыном Иомлая. Царь израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади, у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе с Идеки, сын Хинааны, железные рога, и сказал, так, говорит Господь, этими избадаешь сириан до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже. И говоря, иди на Ромов, Галацкий будет успех. Господь предаст его в руки царя, посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Из реки ты добрая. И сказал Михей, жив Господь, из реку то, что скажет мне Господь. Какой, а? И пришел он к царю, царь сказал ему, Михей, идти ли нам войной на Ромов, Галацкий или нет? И сказал тот ему, иди, и будет успех. И Господь предаст его в руку царя. Так все говорили, да? Он типа подыграл ему. И сказал царь, почувствовал что-то не то. Ты же всегда говорил не так. Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. Что-то все-таки там шевельнулось в нем, правда? И сказал он, я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвращаются с миром в каждый свой дом. И сказал царь израильский Иосафату, не говорил ли я тебе, что он мне пророчествует, а мне доброго, а только худое? И скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу, кормите его скудно хлебом, скудно водой, доколе я не возвращусь в мире. То есть вот реакция, да? Реакция, когда нам что-то не нравится, когда мы не хотим слышать правду, мы хотим правду посадить в тюрьму. Пусть она там в тюрьме сидит на голодном пайке. Все. Вот место правды, которое царь определил. И сказал Михей, если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал, слушай весь народ. И пошел царь израильский Иосафат, царь иудейский, к Крамову Галатскому, и сказал царь израильский Иосафату, я переоденусь и ступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды. Какой хитрый царь, а? Какой хитрый! Вот он-то слышал, да, что его ожидает. И он решил кого обхитрить? Обхитрить кого? Сам себя он решил. Это самообман, это бегство от самого себя. Даже если ты оденешь другую одежду, это не значит, что ты не будешь уже царем. То есть тем человеком, который принял это решение и повел за собой всю армию. И вот люди, да, вот они так хотят хитрить, юлить, что-то. Вот я переоденусь даже в другую одежду на всякий случай. Мало ли что, да? Мало ли что. И что? И ступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды, да? Настоящий друг. Если они и увидят царята, это точно тебя увидят, и если что, то тебя тогда и поразят. И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Ну, наверное, просто в обычного война. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказал, не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали, верно, это царь израильский. И поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. О, это я, я, Иосафат! Вы не попутали ничего? Начальники колесниц, видя, а может быть и слыша, что это не израильский царь, поворотили от него. Один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лад. Случайно так. То есть он не целился даже, да? Не целился вот так вот. И что произошло? И куда попала стрела? Сквозь швы лад. Это, знаете, надо быть снайпером, чтобы попасть между ладами. Это о чем речь, друзья? Это речь о том, что, как мы не пытались обмануть себя, как бы нам не нравилась сладкая ложь, она не приведет нас к жизни. Она не приведет нас к победе. Она все равно отравит нас. Она поразит нас. И от этого никому, никуда не деться. Каким бы ты ни был, какой бы ты пост ни занимал, какая бы ни была у тебя там должность, никто не сможет этого избежать, друзья. И сказал он своему вознице, вороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось. Царь стоял на колеснице против сириан и вечером умер. И кровь из раны лилась в колесницу, и обмыли колесницу на пруди самарийском, и псы лизали кровь его, и обмывали блудницы по слову Господа, которое он изрек. Вот поэтому такая, ну, печальная картина, да, но я думаю, она должна быть действительно очень-очень отрезвляющей. Потому что мы, когда оправдываем себя, ну, обычно как человек себе говорит, ну, как бы у меня будет все по-другому. Меня это не коснется, да, что вот я такой самый хитрый, самый умный там, или еще там какой-то. То есть мы забываем о том, что Бог, Он стоит над всем. Мы забываем о том, что Бог знает все. Помните, мы начинали, когда говорить об этом, вспомнили Анане и Сафиру, которые погибли, да, на служении. Они пришли на служение, сначала муж погиб, потом жена умерла. Почему? Потому что они обманули Господа. Поэтому Бог нам напоминает, друзья, вы не можете обмануть меня, вы можете себя обмануть, но Бога вы никогда не сможете обмануть. И не нужно даже пытаться этого делать, чтобы даже такой мысли не было. Поэтому, знаете, когда люди не хотят, они ищут в себе предлог, да, они ищут в себе предлог, они ищут в себе оправдание. Но Писание, как говорит апостол Яков, что нам нужно смотреть в это зеркало и не обманывать самих себя. Потому что какая бы ни была сладкая ложь, какая бы она ни была привлекательная, потому что там была очень привлекательная ложь, да, победа, ты возьмешь, ты завоюешь. Но кто это говорил? Если это говорит Бог, то так и будет. Но если это не Бог, то не дай Бог, как говорится. Поэтому честность – это то, что Бог хочет видеть в нашей жизни. Честность – это то, что приходит от самого Бога. И поэтому, когда мы смотрим на этот мир, конечно, мы видим полно бесчестия, мы видим полно лжи, вранья и так далее, и так далее. Но Бог – Он праведный судья, друзья. Бог, поэтому, говорит, это не ваше дело судить, потому что Бог с этим разберется. Бог всегда говорит, вы судите себя сами, начинайте с себя. И поэтому Ахав, он не хотел. Я думаю, это же не была, так сказать, последняя ложь в его жизни. У него было много лжи. Его жена, известная Изавель, как вы помните, да, которая работала против пророков Божьих, да, работала против Царства Божьего, вела такую подрывную работу. Ахав ничего не делал с этим. Он как-то это все, наверное, оправдывал, да. Он был царь Израиля, он как-то с этим мирился, он как-то все это находил для себя какие-то объяснения. Его не вразумляли многие вещи. И когда он встречался с Ильей, помните, были разные встречи. То есть, да, Бог, Он любит нас, и Он предупреждает нас. Это не сразу оп и все. Было много чего, что было в его жизни неправильного. И Бог ему говорил, предупреждал, показывал, да. Но Он не захотел выбрать истину. Он не захотел выбрать правду. В результате это поражение, это гибель, это ужасная смерть. Поэтому Бог нас любит, друзья. И Он говорит, кого я люблю, да, того я и воспитываю, да. Кого я люблю, тому я и говорю правду. Не для того, чтобы унизить нас этой правдой, да, или оскорбить этой правдой, но для того, чтобы помочь нам осознать, в чем нам нужно меняться, где нам нужно исправляться, что нам нужно просто выбросить из своей жизни, раз и навсегда, и к этому не возвращаться. Не просто находить для себя какие-то ложные увещевания, какие-то ложные слова, которые, да, они могут быть приятными, но они не полезные. Поэтому все Писание, оно полезное. Оно Богодухновенно, друзья. Давайте мы встанем и мы помолимся, поблагодарим Бога за Его любовь к нам. Правда? Аллилуйя! Я не дошел до части исцеления, но, может, потом в другой раз мы поговорим еще, как касается истина, правда, и как это касается исцеления. Аллилуйя! Дух Святой! Ты есть Дух Истины. Иисус обещал, что ты придешь, и ты будешь помогать нам. Да, Он помощник. Помощник в чем? Наставлять нас на всякую истину. Почему? Потому что истина, она делает нас свободными. Она делает нас благословенными. Она делает нас сильными. Она делает нас защищенными. Не зря же говорится, возьмите броню праведности. Помните? Броня – это правда, праведность. Праведность, она как броня, она защищает нас. Возьмите щит веры, чтобы никакая стрела не смогла поразить вас и погубить вас. Отец, мы благодарим Тебя. Аллилуйя! За Твою любовь. Благодарим Тебя за Твою веру в каждого из нас. Поэтому Ты посылаешь для нас эти слова, которые несут жизнь, которые несут свободу, которые несут исцеление. Мы благодарим Тебя за то, что мы в Твоей семье, и то, что у нас есть возможность слышать Твое Слово, верить в Твое Слово и исполнять Твое Слово. Поэтому пусть Божья сила наполняет вас. Потому что это Божья сила, которая пришла на церковь, она делает церковь, способной исполнять волю Божью, способной ходить в Слове Божьем. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя за это чудесное время, Господь, за Твое чудесное присутствие, Дух Святой. Аллилуйя! Аллилуйя! Пусть сила Твоей благодати, Твоего благословения, Господь, оно поможет подняться каждому. Потому что Бог, Он всегда протягивает нам руку помощи. Он всегда говорит нам слова, даже если ты упал, но Он говорит, вставай! Субтитры создавал DimaTorzok